Всем привет! Мы продолжаем нашу серию передач про дупель. Это наша воспитанница Лиза Щур. Вы можете видеть ее в наших постах и сторис. Мы как раз сейчас тренируем с ней дупь. Она уже его прыгает, но в недокрут. Мы работаем над докрутом. Лиза, скажи, пожалуйста, вот две вещи, которые я постоянно говорю на мах. Что ты должна делать? А, это первый уровень пупка. И второй? Уровень ушей. Молодец. Думал, буду злиться, но нет, помнит. Молодец, беги, беги дальше, вращайся. Так, что это такое? Спортсмен должен визуально представлять, что от него просит тренер. Поэтому я прошу своих делать две вещи. Они утрированные, больше, чем надо, но это выводит их на уровень докрута. Что это такое? Первое. Представьте себе мысленную линию от уровня ушей. Вот она идет параллельно льду. И мысленную линию от уровня пупка. Да, вот у вас получается две мысленных линии. Я прошу своих спортсменов махать первое коленом на уровень пупка. Вот колено должно дойти вот до этой линии. Да, на махе на дупель. И второе, это локти должны дойти до уровня ушей, вот здесь. Чтобы они мысленно уходили энергетикой на мах вот сюда. Оп! Да, это утрировано, это больше, чем надо. Хотя, если вы посмотрите там на исполнение тройных акселей и четырных акселей, они как раз, в замедленном посмотрите, они как раз вот так и машут. Меньше там не работает. Да, поэтому я прошу их уже здесь махать вот сюда. И по прошествии какого-то времени, делая это снова, снова, снова и снова, их в какой-то момент выкидывает на дупель. Вот, это дает им тот толчок в высоту. Они крутят, приземляются и удивляются, как они этого раньше не делали. Ну, это сейчас было релическое отступление. Сегодня я в штатском, без коньков, да. Почему? Потому что сегодня я покажу вам несколько упражнений в зале, которые вы можете делать дома. Это делается на точке. Что значит на точке? Стоя на месте. Да, здесь как раз мы убираем руки назад. Я настаиваю на том, чтобы мои спортсмены учили наезд. Не вот так, да, с левой рукой здесь. Это фигня. Потом надо переучивать все равно на тройной аксель. А чтобы они сразу изначально правильно вымахивали вот туда. Да, опять же, не сюда, а вот туда. Сейчас мы покажем вам несколько упражнений, которые они делают в зале, на точке. Сначала они напрыгивают в наворот, потом они напрыгивают в аксель, и потом они напрыгивают в дупель. И следующее упражнение они вам покажут как по диагонали. Мы делаем левое, правое с руками назад и вымахиваем опять же на дупель, чтобы это ощущение маха рук и ноги откладывалось им на подсознание, на автоматику их тела запоминало их действия. Давайте посмотрим. Плотно. Еще раз. Давайте. И на точку. Давай, поехали. Уезжай. Молодец. Следующий, давай. И раз, два, мах. Так. Не вынимаем, не вынимаем руки из-за спины до толчка. Руки, локти не дошли до ушей. Не да, крут. Еще давай. Активнее локтями и коленом. И хоп. Молодец. Вот это было хорошо. И хоп. А левая рука не из-за спины пошла. Еще раз. Активнее. Локти, уши, колено, пупок. Оп. Лучше. Еще. Давай. Раз, два. Молодец. Молодец. Давай. Раз, два. Больше жизни. Лучше. Лучше. Встали. На ногу. И. И. Оп. Выше, выше, выше. Мах коленом. Колено, пупок. Все забыли. Локти, уши. И. Давай. Это только небольшая часть упражнений, которые у нас есть на дупель. Оставайтесь с нами. И в следующий раз мы еще вам интересное что-нибудь покажем. Как по-русски сказал. Пока.